Здравствуйте! Вы смотрите программу интервью. Я Эдуард Раткевич. И сегодня мой собеседник, начальник Южного таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Александр Николаевич Гетман. Александр Николаевич, здравствуйте! Принято так, что подводят всегда итоги после наступления Нового года. Как вы оцениваете работу южно-российских таможенников в прошедшем году? Буквально накануне 22-го числа мы подводили итоги работы Южного таможенного управления с участием первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Михайловича Малинина. Дана оценка результатов работы. В целом работа Южного таможенного управления признана удовлетворительной. Задачи, которые были поставлены перед нами, они в основном выполнены. Работа, безусловно, проходила в очень напряженном ритме, связанном в том числе и с предстоящими в этом году серьезными мероприятиями по проведению Олимпиады в Сочи. Фактически до начала Олимпиады остались уже считанные дни. Готовы ли таможенники к встрече гостей, к встрече спортсменов? Мы максимально готовились весь прошлый год, и подготовка продолжается. Уже сейчас в регионе деятельности сочинской таможни работают 7 мобильных инспекционных досмотровых комплексов, которые дополнительно прикомандированы. Общее количество личного состава, которое обеспечивает их работу, более 100 человек. Все это направлено на обеспечение безопасности проведения Олимпийских игр. Кроме того, буквально на следующей неделе в Сочи будет прикомандировано еще более 60 человек с нашего региона. Это как раз те должностные лица, которые будут оказывать практическую помощь сочинской таможне по оформлению спортсменов и гостей Олимпиады в аэропорту. Все они прошли необходимую дополнительную профессиональную подготовку. В прошлом году, в декабре, они прошли стажировку непосредственно на объектах сочинской таможни и максимально готовы к этой работе. В сочинской таможне, в Новороссийской, Ростовской, Краснодарской, Таганровской, а также в Южном таможенном управлении созданы штабы по координации деятельности таможенных органов на период подготовки и проведения Олимпийских игр. В Южном таможенном управлении создан ситуационный центр, в который стекается вся информация со всех мест оформления гостей и участников Олимпиады. Информация в том числе в видеорежиме. 92 видеокамеры обеспечивают этот видеопоток. Ситуационный центр обеспечен всеми необходимыми видами связи, доступом в интернет. Таким образом мы будем обеспечивать контроль за ситуацией и в случае необходимости принимать необходимые управленческие решения. В аэропортах Сочи, Краснодара, Ростова по нашей инициативе проведены деловые игры, на которых были проиграны различные роды нештатные ситуации, которые могут возникнуть в период проведения Олимпийских игр. Эти деловые игры были направлены на улучшение взаимодействия между всеми заинтересованными органами. По их результатам были сделаны определенные выводы, которые позволили еще более глубоко подойти к вопросу подготовки к Олимпийским играм. Если подводить итоги еще 2013 года, уже ушедшего, что вы считаете главным достижением в 2013 году? Безусловно, в нашей работе немаловажна экономическая оставляющая. В федеральном бюджете перечислено почти 152 миллиарда рублей, а это как раз те деньги, которые идут на обеспечение социальных обязательств государства перед населением. Хорошей проверкой нашей мобильности стало изменение условий применения процедуры международных дорожных перевозок в прошлом году. Буквально в течение 4-5 дней нам вместе с перевозчиками удалось перейти на новые условия работы, и возникшие поначалу проблемы с перечением границы были ликвидированы. Кроме того, весь прошлый год мы готовились к переходу с 1 января на применение стопроцентной электронной формы декларирования. Уже сейчас можно сказать, что переход прошел ровно-гладко, без каких-либо проблем. То есть, эту задачу мы тоже выполнили. Немаловажное значение мы придавали в прошлом году формирование так называемого зеленого сектора внешнеэкономической деятельности. То есть, выделению тех предприятий, прежде всего производственников, которые добросовестно, с точки зрения соблюдения условий таможенного законодательства, и в этом направлении проведена большая работа. Действительно, в прошлом году много говорили о зеленом секторе, но он был в проекте, насколько я понимаю. Вот сейчас какие-то конкретные результаты уже есть? Да, в прошлом году действительно шло, прежде всего, подготовительное мероприятие по формированию этого зеленого сектора. Что касается южного региона, то Федеральной таможенной службы принято положительное решение по включению в соответствующий перечень 43 участников ВЭД. По уже статистике мы наблюдаем, что их издержки временные, материальные при перемещении товаров сократились как минимум в два раза. И, безусловно, это движение, оно обоюдовыгодное, потому что, с одной стороны, затраты сократились у участников внешнеэкономической деятельности, с другой стороны, и мы стали меньше тратить времени и сил на контроль за прохождением грузов через границу. Ранее вы упоминали, что защита прав интеллектуальной собственности фактически является важным направлением деятельности таможенников. Вот что можно сказать об этих итогах, опять же, в прошлом году? По итогам прошлого года, по выявленным фактам перемещения контрафактной продукции, возбуждено свыше 260 дел об административном правонарушении. Выявлено почти 900 тысяч единиц контрафактной продукции. Сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила порядка 300 миллионов рублей. Немаловажно в этом направлении составляющее борьбы с олимпийским контрафактом. На протяжении последних трех лет у нас стабильные показатели работы. Прошлый год не стал исключением. Выявлено около 9 тысяч единиц контрафактной продукции. Это различного рода сувенирная продукция, различного рода упаковочные материалы. В этом году, уже в начале года, выявлено на сочинской таможне в аэропорту более 26 тысяч единиц полиграфической продукции, также с признаками контрафактности, поскольку там нанесена олимпийская символика. В настоящее время производятся все необходимые процессуальные действия. Традиционно всех интересует вопрос правоохранительной составляющей в работе таможенников. Об этом что можете рассказать? В целом, в прошлом году возбуждено 103 уголовных дела по различным признакам преступлений в сфере таможенного дела. В частности, 25 уголовных дел по направлению уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 140 миллионов рублей. В прошлом году также впервые у нас в регионе возбуждено 18 уголовных дел по фактам незаконного экспорта из Российской Федерации материалов, которые могут быть применены при создании оружием массового поражения. С точки зрения административных правонарушений, их количество зафиксировано на уровне 6700. Это примерно соответствует и объему предыдущего года. — Александр Николаевич, в преддверии Международного дня таможенника, который отмечается 26 января, это уже совсем скоро, не могу не спросить о взаимодействии с зарубежными коллегами. Как ситуация обстоит? — Действительно, 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, которая впоследствии была переименована во Всемирную таможенную организацию. В настоящее время в ее состав входит 179 таможенных администраций государств всего мира. Это единственная организация, которая занимается исключительно специализированными вопросами таможенной деятельности. У нас в регионе таможенное сотрудничество представлено очень широко. Традиционно мы проводим наши регулярные встречи с коллегами из Абхазии, из Украины. В прошлом году также проходили встречи с коллегами из Китая, Польши, Турции, Нидерландов, Германии, США. В этом году мы планируем тоже продолжить активно эту работу. — Ну и последний вопрос. Не могли бы ли вкратце обозначить, какие приоритетные направления в этом году планирует южное таможенное направление? — Ну, безусловно, это обеспечение проведения тех мероприятий, которые имеют не только значение для России, но и мировое значение. Это, прежде всего, Олимпиада. Но если смотреть дальше, то уже известно, что в октябре определены даты проведения одного из этапов гонок Формулы-1. Ну и традиционные наши задачи — это обеспечение выполнения планового задания по перечтению средств в федеральный бюджет, борьба с недостоверным декларированием. Бессловно, это обеспечение законности принятия всех решений в сфере таможенного дела. В общем, год обещает быть достаточно сложным, напряженным и интересным. И наш регион, он традиционно является местом или, скажем так, маршрутом перемещения на курорты — это Абхазия и Украина. Поэтому в этом году, естественно, мы тоже будем готовиться вместе с нашими коллегами из погранслужбы к обеспечению пропуска большого количества лиц, которые едут на отдых. — Будем надеяться, что год хорошо завершится. Наша премия подошла к концу. Спасибо, что стали гостем нашей студии. Это была программа интервью. Я, Эдуард Раткевич, с вами прощаюсь. Успехов в делах и до встречи.